А вам кто рыбаку подает? Рыбаку, да. Частник или кто? С майанги, частник. А у него что, рыболовный стан или что? Где он в таком количестве берет рыбу? Озера там у них, он говорит. Горят озера просто, и он привозит. Сачком вылавливают, да? Об этой точке, на которой торгуют сигаретками щуки, вчера сообщили пользователи соцсетей. И уже сегодня наш канал и представитель отдела потребительского рынка Вадим Перелыгин отправились на указанное место. Как и на фото, размещенном в соцсетях, множество маленьких шурят в лотке. Ни о каких документах на реализацию сигалеток речи даже не идет. Продавец вроде как просто взяла рыбу на реализацию. Тем более, что спрос на такой товар имеется благодаря привлекательной цене. Ну, жалко, конечно, людям-то удобно берут. Заодно решаем проверить и другие мини-рынки. В девятом микрорайоне та же картина. Причем щучьи-малыши продаются дешевле. Здесь, по словам продавца, рыбешки-сороколовок. Берут люди, да? На котлеты. Вот еще лучше, чем крупная. На котлеты? На мягкое мясо, да. Вот я сама себе беру. Вам не жалко, они же вывести, может, рыбу. Это же малек, что ли, продавать. А это жуткая. Председатель Балаковского общества рыболовов Игорь Мишнин поясняет, что ловить щуку меньше определенных размеров запрещено. Но есть один нюанс. Длина разрешенная для вылова промышленного, например, для щуки и сама какая? Слом 90 сантиметров. Ага. А щука? Щук 40, по-моему. 40 сантиметров и 90? 40, да, 40, по-моему. Торговать не запрещено. Торговать не запрещено? Да, запрещено. Ну, естественно, вылавливать запрещено. Если они торгуют неофициально на углах, то это запрещено. Там надо привлекать полицию. То есть Роспотребнадзор полиции. А если торгуют в официальной точке, на базаре там или где-то, ну, в официальной точке, они имеют право торговать. Вылавливать нельзя. Надо ловить на месте, кто вылавливает. Так откуда взялась щучья малышня на прилавках, если ловить ее запрещено? Вас беспокоит телеканал «Балаковский репортер», и мы совместно с администрацией проводим рейды по рынкам. Мы тут выявили, что ваша рыба, которую вы поставляете на Нини-рынок, очень маленького роста. Откуда вы ее взяли, такую мелкую? Ее нельзя вообще такую даже вылавливать. А вы ее... В болотах высыхают. А, то есть вы ее вылавливаете в болотах? Конечно. Столкнет, уже нету там воды, если все руками черпать собирать. Вороны собирают или я собираю. По словам Вадима Перелыгина, наличие ветеринарных справок у продаваемой рыбы проверять должны руководители рынков и ветлаборатории, которые имеются на каждом базаре. Справки не проверяем. Наша компетенция, вот установленное место, предприниматель платит ее на налоги, зарегистрирован, законная ли деятельность ведется. А вот это, это не наша полномочия. Поскольку у проверенных в ходе рейда продавцов с документами все в порядке, то мы отпускаем Вадима Александровича и начинаем искать, кто же должен проверять законность реализации щурят. Мы обзвонили несколько организаций, которые, на наш взгляд, могут иметь отношение к этой проблеме. Но ответ у всех один. Это не к нам. Добрый день. Меня Александр зовут, канал Балаковский репортер. У кого мне получить комментарий по поводу рыбы, наличие или отсутствие ветсправок, если вот мальками торгуют? С кем вообще? Это вам, наверное, ветстанцию надо к разрешению дать. Ветстанция это справка, да, соответственно? А вот кто проверяет, например, реализацию рыбы, которая, ну, запрещена к вылову, то есть, ну, не промыслово еще не является? Давайте сейчас я вас соединюсь. Алло, добрый день. Здравствуйте. Меня Александр зовут, Балаковский репортер канал. Мы сейчас совместно с отделом потребительского рынка проехали по нескольким торговым точкам рынком, и на многих из них реализуют рыбную продукцию малька, то есть, щуки, сама. А ветинспекция нас, наверное, разве не контролирует за рыбой? Потому что за раками точно они не взирают. Добрый день. А скажи, как мы с отделом экологии, если вы хотите? Давайте переключу вас минуту. Алло, добрый день. Добрый. Это отдел экологии, да? Ну, отдела экологии у нас нету. Что вы хотели? Меня Александр зовут, интернет-канал Балаковский репортер. Мы сейчас просто по рынкам с отделом потребительского рынка проезжали, и на многих рыбных точках производят реализацию молоди, щуки, сама, то есть, ну, не достигших, как бы, роста для вылова рыбы, то есть, до 40 сантиметров. Я вас поняла, но полномочий у нас нет. У нас отдела расформировали, здесь нет отдела охраны окружающей среды. А где он есть? Не знаю, сократили здесь. То есть, Балаков у нас нету отдела охраны окружающей среды? Я не знаю. Побывали мы и в ветлаборатории, которая также проверяет рыбу, мясо и прочие продукты на безопасность. Там нам пояснили, что да, справки на рыбу они выдают. Но для этого рыбаки сами должны к ним прийти и принести товар для проверки. А изъять рыбу из продажи и проверить её на соответствие размера они не могут, полномочий нет. А вот есть они у ветеринарного инспектора. Правда, он уже месяц как уволился, а новый не появился. Вот такой вот замкнутый круг получился. Проблемы есть, а кто за это в ответе, неизвестно. Картина довольно плачевная и всегда вызывала большое негодование. Абсолютно от такого количества мёртвой молодой рыбы, которая могла бы принести в будущем в акватории Ильги, из-за того же, очень много хороших рыб, больших крупных трофеев на радость рыбакам. И тем более она не имеет никакой кулинарной ценности. Всегда стараемся любую мелочь отпускать и оставлять её живой до того момента, даже в спортивных соревнованиях, когда проходит взвешивание. Отпускать. Мы всю рыбу отпускаем в спорте, а в любительских мелочи, естественно, никто не берёт, я надеюсь. Это неправильно. Рыболовная айтетика, она должна присутствовать в любом рыбаке. Проблема действительно сложная. С одной стороны, ловить малышей карандашей нельзя, а с другой – озёра, в которые сигалетки водятся, просто перемёрзнут и щурята погибнут. Поэтому наш канал бросает кличи неравнодушным балаковцам – «Давайте спасём малышей!» Ведь можно их загрузить в большие бочки и переправить в Иргиз. Если найдутся желающие поучаствовать в спасательной акции, отписывайтесь в нашей группе ВКонтакте. Эту идею, кстати, уже поддержала Саратовская ГЭС. И если найдутся активисты, то предприятие поможет в некоторых моментах. Саратовская ГЭС Приносит с 177. Идите 778 млорокиса. Идите 798 млорокиса. Саратовская ГЭС в Крым, Усерская ГЭС в Крым, Усерская ГЭС. Рыболовная айтетика,